Итак, всем привет! Если мы сейчас не начнём, то мы не успеем ничего сделать, слишком мало времени у меня сегодня. Всех приветствую на ежедневных гимнастиках. Меня всё ещё зовут Катя, и я всё ещё надеюсь, что вам очень нравится то, что я вам придумала на 2024 год. Пожалуйста, Таня, включай часы. Пожалуйста, начните со стандартной гимнастики и продолжайте. Сегодня ничего нового мы не изучаем. Вчера я вам рассказывала про различных всяких шарлатанов, на которых можно в фитнесе напороться, никуда от них не денешься, как бы сильно от них не прятался, они всё равно на вас нападут. И если они традиционными методами, типа лечебного целебного массажа, иглоукалывания банок, мазей, примочек, волшебных упражнений и прочего, если они так вас не смогут атаковать, то точно смогут атаковать вас при помощи чего-то нового. Например, раскатывание стопы, каких-то волшебных хождений, занятий босиком, ну и прочего, и прочего. Всё равно, поверьте, для них найдётся то, чем они смогут вас увлечь и каким-то образом решить хотя бы одну задачу фитнеса – это обогащение себя, любимого. Дальше, уже к концу тренировки, я вам рассказала про то, что сквозь то, что позвонок никуда не может вылететь, в том числе и вместе с суставом и прочим, вы бы точно это заметили, уж точно нельзя это никак-то вправлять какими-то процедурами. Я вам рассказала, что такое техника упражнений, что такое опасные упражнения, неправильные упражнения, правильные упражнения и привела новое понятие, которое до этого момента не упоминала, оно называется нейтральное положение тела. И сегодня я с него начну, чтобы продолжить тему правильных и неправильных упражнений, начальных и конечных положений. На сегодняшний день понятие нейтрального выравнивания введено во многих направлениях и концепциях, в том числе самое, наверное, известное из этих концепций – это пилатес направления, разное, но бывает с малым оборудованием, бывает на большом оборудовании. И существуют разные теории, предполагающие, что человек начинает с большого оборудования и через малое оборудование приходит к занятиям с собственным телом, мол, ему нужно сначала научиться это тело чувствовать, контролировать при помощи тренажера, потом при помощи малого оборудования, привязываясь координационно к нему, а затем уже работать самим с собой. Мы с вами начали с обратной стороны, как видите, но я говорю, концепция миллиард – это не значит, что есть какая-то правильная, неправильная, есть какая-то научно обоснованная, а есть просто общепринятая, популярная. Ну и все, это как направление в музыке, никакие они не вредят никому и ничему до тех пор, пока на них не начинают пытаться нажиться. Так вот, одно из самых популярных направлений, пропагандирующих нейтральное положение тела – это пилатесы, и дальше там уже mind and body направление и функциональные направления. Но нас не интересует пока что конкретная концепция, нас интересует, откуда вообще взялось это нейтральное положение. Я вам вчера сказала, что нейтральное положение – это умозрительная концепция, которая позволяет проще и в более короткие сроки объяснить человеку исходное положение тела. И исходное положение тела назвали красивым словом «нейтральное выравнивание», потому что это действительно выравнивает тело человека, приходящего на фитнес редко, ну или даже часто, но имеющего уже какие-то индивидуальные особенности скелета, которые не позволяют ему постоянно оставаться в позе, удобоволимой для выполнения упражнений. Итак, я надеюсь, что я понятно объясняла вчера, сегодня попробую чуть-чуть другими словами вам это донести. Дело в том, что нейтральное положение тела, оно неприменимо к бытовой жизни. Вы все равно его меняете, вы все равно от него отклоняетесь, если вы встаете на каблуки, надеваете обувь на платформе, или просто какую-то другую обувь, другую одежду, сковывающую ваши движения, или принимаете статическое положение надолго сидя, вы уже теряете то самое нейтральное положение тела. Ничего страшного в этом нет, в любом случае такое исходное положение вам нужно только для выполнения какого-то упражнения, ну и в целом оно имеет какую-то эстетическую привлекательность, потому что человек с хорошей осанкой, с подтянутым животом, он вроде как кажется нам более здоровым, но так на самом-то деле и есть, дело в том, что это не кажется. Значит, из чего состоит нейтральное выравнивание, и вообще изначально это положение стоя или лежа, вы можете выравниваться, точнее вас могут выравнивать на тренировках разных типов в разных положениях. Ну, общепринятые положения, лежа на спине, лежа на животе, лежа на боку, стоя, сидя, стоя на коленях, так, ну и все, сидя на ягодицах, сидя на пятках ягодицами. Прямые руки в сторону. Вот, во всех этих положениях вас будут выравнивать нейтрально, ну, в зависимости от занятия, на которое вы попадете. Хорошо, в обратную сторону. Вот. Ну, это все практически, что я хотела сказать, где вы с ним сталкиваетесь. И давайте теперь мы это проговорим. Изначально в нейтральном положении тела выстраиваются стопы, либо голова. То есть его можно начать выстраивать либо снизу вверх, либо сверху вниз. Это нет правильного пути. Вот, оно обычно снизу вверх почему-то. И начинается это с большого пальца стопы. Тоже в последнее время есть такая модная концепция, которая в себе содержит мысль о том, что у нас тело непрерывно работает все целиком, и даже маленькие движения оно совершает не экономно, как логично было бы, а запуская целую цепь или, ну, я не буду, в общем, называть, чтобы никого не обидеть. В общем, конечно, это так не происходит. Мы вполне спокойно можем делать изолированные движения, ничего нам не мешая, а более сложную координацию мы все равно выполняем не под полным контролем, а контролируя только конечный результат или предмет, который находится у нас в руке, или снаряд, который мы пытаемся куда-то запустить. Вот. Ну и, значит, начали мы выравниваться снизу. Значит, как мы выравниваемся снизу? Обычно ставят стопы под таз или на ширине таза. Выражения бывают разные, сейчас попробую их все произнести. Значит, что вам могут сказать? Поставьте, могут сказать, поставьте ноги на ширине тазобедренных суставов. Ну, это означает, что ноги нужно поставить под таз, не в обратную сторону. Или можно поставить ноги, поставьте ноги параллельно друг другу на ширине таза. Это то же самое обозначает. Или поставьте ноги на ширине плеч. Обычно это то же самое обозначает, но нужно учитывать то, что все-таки у людей немножечко плечи должны быть пошире, чем таз. Хотелось бы, да? Ну, у женщин иногда они поровну, да? Ну, редко. В редких случаях бывает, что таз пошире плеч, но нужно не путать все-таки жирок на бочках. Именно с положением тазобедренных суставов. Значит, вот это все обозначает одно и то же, что ноги стоят параллельно друг другу. Большие пальцы направлены вперед, мизинцы прижаты к полу, арка стопы поднята, пятка прижата к полу. Что еще там? Ну и все, по стопе все, наверное. Вот три точки касания. Мизинец, большой палец, плюс на, плюс у него кость большого пальца, мизинца. Ощущается арку стопы как будто бы подсобрали, приподняли. Хорошо. На каждый третий счет подъем. Вот. Дальше что сделали? Все. Дальше поднимаемся вверх по голени, смотрим на коленные суставы. Надколенники направлены вперед или коленные чашки вам могут сказать, что колени сонаправлены с носками. Это не совсем понятно. Это значит, что ось коленного сустава по оси сгибаниям, это вот так вот, если проткнуть его, направлена вперед по большому пальцу стопы. Но вообще в спорте там считается, что если совсем уж технику выравнивать, то между указательным и средним пальцем стопы должна быть направлена... Кто? В горизонтальной плоскости. В горизонтальной плоскости. То есть какое-то такое положение. Ягодицы чуть подтянуты. Некоторые говорят, что нужно ягодицами уравновешивать. Таз кто-то наоборот говорит расслабить. Вас вообще не должно это волновать. Но пока вы на стадии новичка находитесь, вас все подряд волнует. Вам кажется, что все вам может навредить. Поэтому делайте. В общем, считается в фитнесе, что таз должен быть ориентирован параллельно полу. Еще есть такая зрительная метафора в пилатесе, что таз, можно представить, как будто бы в него налита вода или насыпан песок. И, в общем, эта вода не должна переливаться через край. То есть он должен быть равновесный, вот такой, с горизонтальным уровнем. Вообще по-разному очень говорят. Ну и правильно делают, чтобы облегчить понимание того или иного действия. В итоге таз нам нужно как-то горизонтально выровнять. Но вот тут проблема. У большинства женщин таз наклонен вперед анатомически. И исправлять это уже не получится. И это не нужно, потому что это ни в коем, ни в коей мере не вредит самому движению. Оно просто будет чуть-чуть другое. Это не делает его неправильно. Вот. И эти женщины, пытаясь выровнять таз, они подкручивают копчик. Знаете, такое выражение есть еще? Подкрутите копчик. Но это получается, что вы не копчик подкручь. Копчик сам по себе нельзя подкрутить. Он же кость. Можно немного таз наклонить назад как будто бы. Но у женщины с типичным телосложением, у женщины бабским, то есть не таким более мужским, а обычным бабским телосложением, у него таз наклонен вперед. И для того, чтобы таз отклонить назад при нехватке гибкости, например, как у обычного человека, ей приходится колени чуть присгибать. И отсюда вот это ужасное положение в фитнесе, где согнуты колени у человека в исходном положении. Конечно, в исходном положении такого не должно быть. Вы прямляете колени, они у вас для того, чтобы вы ими двигали, они для того, чтобы они у вас были, как говорят в фитнесе, тоже вот этот ужасный жаргон, мягкие колени. Ужас. Очень мне не нравится. Не хочу не говорить так. Это совершенно ни к чему. Никакие они у вас не мягкие, не надо их сгибать, и это не к чему, это их не разгружает. Они не нагружаются от того, что вы на них стоите. То есть если у вас такой уровень избыточного веса, что вы их нагружаете стоя, то, извините, это уже по-другому нужно решать. Вот. Это мы поднялись вот сюда, на таз. Таз такой. Вот мы его успокоили. Дальше мы говорим про то, что нижние ребра прижать нужно к животу. То есть не выпячивать живот вперед и ребра вперед, не разгибая грудной отдел. И сохраняя все естественные изгибы позвоночного столба, мы рекомендуем там дальше прижать лопатки к спине. Вот такая должна быть у нас спина. Так. Подтягиваем колени. Дальше плечевой пояс. Плечи должны быть расправлены, вот так опущены вниз, оттянуты от ушей. Лопатки сильнее из-за этого прижимаются к спине. И ключицы должны быть ориентированы параллельно полу. Ну вот почему-то так хочется. Но большинству людей современных приходится эти ключицы бедные, несчастные, пытаться сильнее опустить. Вот, например, допустим, у меня очень большой тренировочный опыт. Ну уже можно его назвать колоссальным, потому что я тренируюсь больше, чем вживу. Полжизни в смысле. Да. Получается, что я тренируюсь больше по времени, чем не тренируюсь, вот если взять всю мою жизнь. Причем на ежедневной основе практически, с какими-то малыми перерывами. Там самый большой перерыв в моей жизни был месяца два, вот когда я собачку взяла маленькую. Так, что мы еще поделать должны? Сгибание-разгибание тазобедренного сустава. Вот. И я к тому, что для меня, хотел сказать про осанку и про ключицы, для меня опустить ключицы до параллели с полом, это вообще не работа. То есть они у меня изначально уже так, и мне не нужны. Но для современного человека, который ничем не занимается, для него это огромный труд. И если вы с первого раза не смогли опустить эти несчастные ключицы вниз, ничего страшного. Не пытайтесь, не корите себя. С вами все так. Вы не помираете от этого. Люди вообще не помирают от того, что у них неправильная осанка. У них... Люди помирают статистически от другого. Они помирают в основном от сердечной недостаточности. То есть от ишемической болезни сердца, например. Это от инфаркта. Ну что-то такое статистически. Потом там диабет, потом там СПИД, потом там туберкулез. Если вы там в Новосибирской области, у нас еще и с этим проблемы. Так что не переживайте от того, что у вас лопатки не прижмутся к спине или нижние ребра к животу, или ключицы не опустятся до параллели с полом. Вы не помрете. Это вообще никак на вас не скажется. А если эстетически это для вас важно, то вы должны понимать, что там спустя месяц регулярных тренировок все у вас начнет получаться. Вращение в тазобедренном суставе назад. Вот это мы как к ключицам вернулись. Дальше плечевые суставы тоже должны быть соосны. То есть они располагаться должны на одной линии вращения. Опущены вниз они должны быть. И немного супинированы. Это так, чтобы локоть был направлен назад. Тут хочется. А большие пальцы вперед. И остальные пальцы кисти опущены вниз. Все. Дальше. Подбородок выстраивается параллельно полу. Взгляд направляется вперед. Через три метра уже касается пола. Взгляд. Возьмите вторую ногу. Ну все, вроде все сказала. И макушкой нужно тянуться в потолок. Вроде как вытягиваться. Все. Вот это исходное положение стоит. То есть тем же правилам подчиняются положения сидя-лежа. То есть везде должны сохраниться анатомические изгибы позвоночника. Везде должны сохраниться соосные суставы. То есть колени, голеносопные суставы, тазобедренные суставы. Все должно располагаться. Друг относительно друга зеркально-симметрично. То есть человек зеркально-симметричен. У нас только есть внутренние органы, которые не парные. А так в целом у нас симметричное тело. Вот. Вот такая концепция. Неплохая, нехорошая. Просто легко объясняющая исходное положение тела в пространстве для выполнения последующих движений. Так вот. Для выполнения движения наклон нам нужно исходное положение стоя. И вот мы его выравниваем. Я вам уже рассказывала. Значит, вот у вас голова. Голова спокойная. Просто плечи вы расправляете. Первое, что делать. Подбородок параллельно полу. Вы выстраиваете плечи, расправляете, опускаете вниз. Опустили плечи вниз. Здесь у вас должен быть лордоз в шее. То есть вот такой изгиб внутрь. Помните, я вам говорила? Изгиб внутрь. Вот от первого башка шевелится. А шея, она не особо шевелится. Она просто изогнута вот так вперед прогиб. Чуть-чуть вперед. Это лордоз называется. Шейного отдела позвоночного столба. Дальше кифоз грудной. То есть чуть-чуть изгиб наружу. Наоборот, наружу и из тела. В тело лордоз. Кифоз из тела. Чуть-чуть вот этот участок у нас вогнут. Чуть-чуть вогнут. Здесь сиськи. А здесь шея. Итак, шея разогнута. Плечи опущены вниз. Расправлены локти назад. Большие пальцы вперед. Пальцы кисти вниз. Лопатки прижаты к спине. Нижние ребра к животу прижаты. Дальше смотрим вот сюда. В пояснице у нас лордоз. Лордоз и кифоз чередуются. Дальше у нас есть крестец. У крестца кифоз. Он туда наружу выгнут. А дальше копчик. Вот копчик надо типа подкрутить. Но мы сегодня не будем. Вот смотрите. Вот у вас расправлены плечи. Опущены вниз. Вот большие пальцы вперед направлены. Все остальные пальцы кисти направлены вниз. Живот чуть подтянут. Нижние ребра прижаты к животу. Лопатки прижаты к спине. Тазобедренные суставы на одном уровне. Не скручены. Чуть-чуть подтяните ягодицы. Здесь колени параллельно друг к другу и направлены вперед. Большие пальцы стопы прижмите к подошве. Если вы в кроссовках. Если вы не в кроссовках, то босичком, если то к полу. Мизинцы прижмите к полу. Пятки прижмите к полу. И арку стопы поднимите. Все. Вот мы нейтрально выровнялись. Вот этот вот копчик, он должен у вас быть направлен чуть-чуть внутрь вот так. Ну, он в смысле у вас анатомически так направлен, как бы чуть-чуть в жопу. Вот. И, значит, здесь у нас таз как-то мы его уравновесили. Все. Это исходное положение стоя. Повторять я его больше не буду. Это же чушь собачья. Один раз услышали – хватит. Не надо притворяться. Не можете запомнить. Ну, посмотрите еще раз. Это вообще, представляете, я потратила просто две минуты на эту фигню объяснять вам. Встали прямо, все, поехали. Стопы параллельно. Вот. Значит, у вас, наверное, сейчас, так как вы достаточно образованы, чтобы понимать легкие уловки, возникает вопрос с важности этого нейтрального выравнивания. И не получается ли случайно так, что мы как бы тянем время, приписывая излишнюю важность положению стоя. Да, так и есть. Всего хорошего. Но, если этого не делать, понимаете, моя задача еще за этот год вам внушить то, что вы не должны понимать, на чьей я стороне. На эта сторона. Где вообще сторона добра? Нет, ее. Сторона добра там, где тренер хочет, чтобы его клиенты и вообще люди его окружающие стали более здоровыми. Это сторона добра. Каким способом он пытается это достичь, это вообще совершенно не важно. Вообще не важно. Он может верить хоть во что. Главное, чтобы это работало. А вы знаете уже правило, что на самом деле не важно, какая концепция. Если человек будет воздействовать физически на все тело, двигаться во всех плоскостях своими суставами, своими суставами, то результат не заставит себя ждать. Не важно, какие движения он будет делать. Подчиняющиеся одной концепции или подчиняющиеся другой концепции, важно, что он будет это делать регулярно. И для достижения результата не нужно делать что-то сложное, хитровыдуманное какое-то, со сложным оборудованием специфическим. Нужно делать регулярно простое и понятное. Но это регулярное, вот это простое и понятно, оно должно быть всеобъемлющим. То есть все, тело непрерывно должно вовлекаться в работу, либо с чередования мышечных групп, да, если это высокая интенсивность тренировки, либо задействуя все мышечные группы во время одного занятия, если это новичок долгое-долгое время, да, либо если мы вот с вами на сегодняшний день еще находимся в процессе непрерывного обучения и познания движения, то моя главная задача сделать так, чтобы на каждой тренировке вы расходовали какое-то определенное количество калорий, развивая устойчивость, толерантность к такой интенсивности, чтобы потом я могла в эту интенсивность напихивать другие движения, которые с вами в процессе разучу. Вот, сейчас мне уже удалось с вами выучить практически все движения, выполняющиеся из положения стоя. Давайте вторую. Из положения стоя мы с вами выполняем наклон на двух ногах, тягу к поясу уже мы выполняем из положения стоя в наклоне. То есть для нас будет уже исходным положением наклон корпуса вперед, а конечным положением тяга к поясу Т, тяга, сгибание в плечевом суставе, мах, это уже конечное положение. Исходное положение стоя, а конечное положение у нас наклон. И вот мы наклон положения тела в пространстве разучили с вами. Наклон на одной ноге, вот то, что мы сейчас с вами делаем, разучили. Дальше мы с вами изучили выпады назад и выпады вперед. У них тоже исходное положение у выпадов стоя, и мы уже начинаем движение назад или движение вперед. И уже мы разучили выпады назад и вперед с вращением, наклоном и сгибанием-разгибанием корпуса, туловища. Приседания мы с вами разучили. Тоже три несимметричные тяги в наклоне. С наклоном, господи, приседания с подъемом рук, с подъемом на носки, со скручиванием корпуса, всякие разные. И разучили из положения стоя баланса на одной ноге с согнутой второй ногой или с отведением бедра. Вот. Это огромная работа. Мы уже почти все стоя доучили. Нам стоя осталось выучить только от положения латеральный выпад. Это все из положения стоя латеральный выпад. Единственное разучивается из положения стоя ноги широко. Но я вам это все покажу. Это несложно. И точно у вас никаких уже затруднений не вызовет. Потому что из всего этого самое сложное – это выпад. Начните шагать назад. Так. Так вот, что мы делаем? А ничего, я все рассказала. Мне больше ничего не надо. Вот мы делаем выпады. Вот завтра или сегодня я запишу это занятие. Не знаю, когда буду записывать. Еще раз повторим технику выполнения каждого движения. Вот каждого выпадов, вот этих все. И уже дальше нужно будет закрепить выпад, поделать другие из него движения. Выпад вперед поделаем. Вот, потому что в рамках разминки нам уже потом не понадобятся такие сложные всякие вращения, наклоны. Мы будем их чередовать. Или делать вообще не всегда. Но само движение будем делать. Надо будет завтра позакрепить. Или сегодня технически это все обсудить. Вращение. Вот. Ну, обсудим. Да. И в обратную сторону, пожалуйста, вращение. Четыре. Три. Два. Один. Вот, наклоны, пожалуйста, давайте сделаем. Итак, мы сейчас с вами в той стадии, когда мы изучаем движение. Мы делаем это ограниченное количество времени. И я пытаюсь сохранить интенсивность занятия. Все время, чтобы... В обратную сторону наклон. Все время, чтобы занятие приблизительно одинаковое количество килокалорий по емкости было. Вот, пока что это в районе 200, 250 колеблется. Ну, и время у нас в районе 35 минут где-то колеблется. Так, выпады вперед с наклоном к пятке. Такое движение. Такое. Только одна нога шагает. Вот. Ну, в целом, далее, когда тренировки увеличатся до часу, мы уже будем располагать временем. Мы уже засунем туда более сложные движения. Либо количество повторений будем увеличивать периодически. Все зависит от нашей цели. Вот сейчас, например, сегодня я не буду ничего увеличивать. Меня вот все устраивает. Приседания. Меня все устраивает, потому что у меня сегодня вообще не цели интенсивно заниматься. Сегодня была цель закрепить в голове понятие нейтрального выравнивания. Я надеюсь, что мне удалось. Ну, и вторая небольшая тема, которую нужно закрепить. Это тема, которую я поднимала вчера. Что не существует неправильной или правильной техники движения. И действительно, вот эти слова, они касательно техники движения не совсем уместны. Но для новичка существует оптимальная техника выполнения того или иного движения. Вставайте на носки. Вот, например, почему мы с вами изучаем не просто приседания, а всякие разные. Мы с вами делаем все подряд приседания. Все на свете их вариации. Чтобы вы понимали, что вы в безопасности, даже если добавляете к приседаниям что-то хитренькое. Вот, значит, тем не менее, мы все равно с вами руководствуемся какими-то техническими рамками. Я вам все равно говорю, что вот так должно быть, что вот так колени точно не надо. Что не нужно чрезмерно вываливать корпус на приседаниях вперед. Вы это знаете. Поэтому вот следующая тренировка у нас будет техническая. Будем еще раз каждое движение обсуждать. Будем это делать столько раз, сколько это вообще необходимо. Так, дальше что? А что дальше-то? А, и действительно, для профессионала или для любителя техника может быть уже какая-то своя, стилизованная. И это хорошо видно в процессе обучения человека циклическому какому-то виду. Плаванию, велосипеду, бегу. На самом деле, неважно. Это очень сильно бросается в глаза, когда приходит человек совершенно новичок, дилетант, даже можно сказать. Еще и мало того, что дилетант, еще и уровень физической подготовки очень низкий. То есть можно же заниматься, например, просто общеукрепляющим тренингом, как мы с вами. И потом решить, что хочется позаниматься, например, бегом. И тогда на вот эту форму физическую можно наложить бег, и все будет хорошо. Но бывает так, что человек вообще ничем никогда не занимался и захотел освоить какой-то циклический вид. И вот он приходит, хочет очень освоить циклический вид, но он не слышит тренера, который ему объясняет технику, потому что он уже насмотрелся какому-нибудь знаменитого спортсмена. Тренеры обычно не выкладывают тренировки спортсменов. Вот даже, например, у меня в блоге вы же никогда не видите тренировки конкретного спортсмена. То есть у меня есть, например, очень хороший пример. У меня есть Женя, девочка, занимается. Она настолько хороша во всех движениях, что демонстрировать ее как пример выполнения движений глупо, потому что никто так не сделает. Из новичков, из старичков, неважно. То есть у нее настолько высока предрасположенность к движению, она настолько талантлива, что я ее как пример никогда не привожу. Это глупости. Если бы я показывала ее тренировки, меня бы просто, ну, как бы задурочку бы держали. Мне бы сказали, девочка, а как вообще остальные люди с этим справляются? Да никак. Вот поэтому нужно ориентироваться исключительно на себя. Но, к сожалению, обычный человек, который ничем никогда не занимался, он падок на такое. То есть он выбирает в интернете какого-нибудь великого спортсмена. Желательно, чтобы он был олимпийский чемпион. Или, как принято, в фитнесе, приходите спрашивать. Скажите, а вы мастер спорта? Я говорю, я мастер спорта, но вас это не должно касаться. То есть это никак не отразится на моей компетенции. Но обычно вот ищут вот это. Или могут подойти, например, если человеку нужна растяжка, он может подойти к тренеру и спросить, скажите, а вы садитесь на шпагат? И мы так всегда с девками угорали над этим. Я говорю, а какая разница, сажу себе на шпагат или нет? То есть если я тупая, как пробка, я никогда в жизни не научу человека никакому движению. Я же не знаю, как его делать. То есть я его делаю, да делаю, как и большинство спортсменов. Они же не тренеры, они не понимают, как они даже... Я ни в коем случае не обвиняю их в недостатке образованности. Просто они сосредоточатся на другом, на результате. Это правильно. То есть как он объяснит, как он к этому пришел? Короче, приходит и говорит, вот вы мне говорите одну технику делать, а я вот видел, что у Бьерна Далина другая техника бега. Бега на лыжах, видимо. Там в межсезонье, например. Я просто с этим сама столкнулась. Я говорю, ты Бьерн Далин или что у тебя там? Что у тебя с самооценкой случилось внезапно? Что ты вдруг подумал, что ты можешь, как он? На что он тебе говорит, ну вот он же умеет, как бы у него же хорошие результаты. Значит, он делает правильно. Я говорю, нет, ты не видел, как он делал, когда достигал этих результатов. Ты видишь, как он делает, когда он эти результаты достиг. Надо было смотреть на него, когда ему было 15 лет. А тебе уже лет по цираку, толстый, куришь, пьешь и хочешь, как Бьерн Далин. И как Бьерн Далин ты можешь только вот, пожалуйста, ингалятором пользоваться. Это, пожалуйста, пользуйся, если надо тебе, потому что одышка у тебя начинается, когда ты на второй этаж по лестнице поднимаешься. Поднимаешься в целом. Да, пора. Вращение корпуса. Вот. Так что, так, это про технику. Да, что у профессиональных спортсменов, спортсменов с большим опытом, спортсменов на этапе совершенствования спортивного мастерства или на этапе завершения спортивной карьеры, конечно, уже техника, она изменилась. Это уже не техника, а стиль. Они могут себе такое позволить, и это их украшает, это делает их особенными. И у всех знаменитых спортсменов есть какая-то своя фишка, есть какая-то своя стилистическая особенность. Это не является классикой движения, это является, наоборот, от классики авангардным отклонением. Достигли ли они результата при помощи вот этого вот неклассического движения? Скорее всего, нет. Скорее всего, это движение наработалось вследствие уже чего-то другого там. Вот. Результаты они достигли путем изнуряющих тренировок, сосредоточенности, концентрации, хорошего питания, хорошей тренировочной программы, видения конечной цели. Совершенно другое. То есть ясно, что спортсмен, приходя там в 6 лет на занятия спортом, он ни в коем случае не начинает с формирования своего стиля. Его обучают классической технике выполнения. Так вот, классическая техника нужна, чтобы человека обезопасить, чтобы сделать его движение оптимальным. Что значит оптимальным? Экономичным, грациозным, безопасным и результативным. То есть это оптимальная техника, оптимальная, с которой вы можете за минимальное количество времени преодолеть, например, максимальное расстояние. Или с минимальным усилием преодолеть наибольшее сопротивление. Понимаете? Ой, я надеюсь, что понимаете. Я просто не всегда, может быть, с первого раза хорошо объясняю, потому что, видите, это же экспромт, я же не готовлюсь к этому, поэтому не всегда, может быть, нахожу правильные слова, но потом найду. Ничего страшного. Так вот, действительно, правильной и неправильной техники выполнения того или иного упражнения нет. Но есть оптимальная техника новичка-любителя и профессионала, которая позволяет ему достичь результата. Это называют в фитнесе правильной техникой. А всю остальную технику считают неправильной. Не значит, что она опасна, но просто вот она не оптимальна. Но вот такого долгого промежутка времени, чтобы это все объяснить человеку, ну, не всегда у тренера есть. Поэтому вот есть правильно – делай правильно. Как тренер показал, так и делай. И вы в целом можете тренеру доверять. Уж вряд ли он вас хочет как-то искалечь. Ну, я не думаю. Вот. Ну, все. Вроде. Больше ничего такого. Вот. А про упражнения опасные и неопасные, или какие-то там нужные и ненужные. Здесь другое совершенно. Здесь нужно понимать, что для вас может быть какое-то упражнение действительно опасным. Тем не менее, там для вашего соседа, который давным-давно занимается, это упражнение безопасно. Ему, например, ничего не будет от того, что он его делает. Для кого-то приседания с весом на плечах 20 килограмм будут вообще последним движением, которое он в жизни сделает. А для кого-то разминка. То есть вы должны это понимать. Что не бывает, ну, это плохое слово, опасное, неправильное, или правильное упражнение, или суперэффективное, или единственное эффективное упражнение. Нет, конечно, такого не бывает. Нет. Зато для вас не все подходит. Вот это нужно понимать. Что то, что одному хорошо подходит, кому-то может вообще не подойти. Но мы сделаем так, что уже, я думаю, что через полгода вам уже все будет подходить, и вы уже все будете делать. Потому что здесь много ума не надо. Поэтому я вас научу над движением. Сначала работай с собственным телом. Все подряд сделаем, все разучим. А потом в тренажерном зале уже будет все как по маслу. То есть вам уже вообще не составит никакого труда понять, какой тренажер, какую мышцу будет вовлекать в работу, и какое упражнение вам нужно делать за каким. То есть это уже вообще совершенно уже побочное такое действие. Мне будет с этим помогать мальчик Сережа Апель. Я вас познакомлю на днях, наверное. Ну, может, чуть попозже, что торопиться. Вот. И буду с ним гулять по тренажерному залу. И будем вам рассказывать технику выполнения всяких упражнений. Ну, вообще, на самом деле, если вам сильно любопытно, вы, наверное, догадываетесь, что в интернете миллиард. Таких, как я. И вы можете спокойно нагуглить любую технику выполнения упражнений. Вдох. Если вам это надо. Ну, вряд ли. Там уж что-то прям сильно будет отключаться. Не думаю. Вот. Можно на сайте производителя или тренажеров. Ну, да, вот все. 35 минут 213 килокалорий. Спасибо большое, что были со мной. Надеюсь, что сегодня вам было так же комфортно, как и всегда. И что мне удалось подарить вам какое-нибудь приятное настроение. И приятное впечатление от тренировки. Сегодня не делали ничего нового. Ну, и особо старого тоже ничего не делали. Мы хорошо идем, с хорошим темпом. Сегодня ваша 28-я тренировка. Если это была ваша первая тренировка со мной, ну, возможно, вы, может быть, не до конца поняли то, что я несу. Если вам интересно меня понять, вернитесь на несколько тренировок назад, а желательно на 28 тренировок назад. И тогда вы все поймете, делая их последовательно. А, ну, если вам, как бы, не очень интересно меня понимать, ну, что ж, пользуйтесь занятиями в удовольствие, просто выключая звук. Либо не пользуйтесь ими совсем. Было приятно повидаться. Жду вас завтра. И будьте здоровы, пожалуйста. Ой, а как выключать тут? Ой, а как выключите тут?